Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Смотрите в выпуске. Открытый разговор. Очередной отчет в точке кипения провела первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Во власти красок. Выставка работ «Акварелью по шелку. Необычное творчество» от рязанской художницы. В Рязанской области продолжаются публичные доклады зампредов правительства и курируемых ими блоков. Затронули темы строительства, территории, природопользования и другие, ответили на вопросы рязанцев, поступившие из зала и соцсетей. Особое внимание Анна Рослякова уделила теме помощи бойцам спецопераций и подшефному региону Херсонской области. Рязанские строители помогают ремонтировать капитальные объекты в Херсонской области, а специалисты ЖКХ налаживают тепло- и водоснабжение. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова во время публичного доклада зампредов правительства. Плюс субъект этот не так давно вошел в состав страны. Оттого помогают еще и, что называется, советам. Оказывают консультативно-методическую помощь органам местного самоуправления. В последнюю мою поездку в Херсонскую область как раз произошла катастрофа на Каховской ГЭС. Я в это время была в Новой Каховке. Поэтому, собственно говоря, там двое суток с коллегами из администрации налаживали процессы по эвакуации жителей. Ну и, собственно говоря, помощь. Поэтому часто это или не часто, наверное, не часто, но думаю, что будет со временем чаще. Большую часть своего доклада Анна Рослякова посвятила именно теме поддержки как участников СВО, так и членов их семей. А также тех рязанцев, которые активно помогают бойцам. Вяжут маскировочные сети, шьют балаклавы и печатают на 3D-принтере необходимые приспособления. Коснулись и другого важного вопроса – качества воздуха. Анна Рослякова рассказала, что только у региональной власти есть автоматическая круглосуточная система мониторинга качества атмосферного воздуха. В этом году оборудование докупят, чтобы не было перерывов на поверку. А в следующем приобретут дополнительно передвижные лаборатории, чтобы оперативнее реагировать на сигналы жителей. Для всех очевидно, что мониторинг не устраняет неприятный запах и вредные вещества. Поэтому комплекс мер, направленных на снижение вредных выбросов и улучшение качества стоков, должны предпринять все предприятия. Вне зависимости от того – государственные, муниципальные, частные. И вне зависимости от их размера. В этом направлении мы, собственно говоря, и будем двигаться в этом вопросе. После доклада перешли к вопросам из зала. Одна из тем – нашествие непарного шелкопряда. Министр природопользования отметил, что в прошлом году было обработано порядка 2000 гектар. Работу эту продолжат. По итогам осенней инвентаризации Центром защиты леса, Министерство природопользования направит заявку на получение дополнительных бюджетных средств, чтобы весной 2024 года провести мероприятие по локализации очагов. И в продолжении темы леса прозвучал вопрос о высадке лесных насаждений после прошлогодних пожаров. До этого момента необходимо провести лесопатологическое обследование, после которого назначается санитарно-оздоровительное мероприятие в лесах. Вот на 23-й год на осеннюю посадку министерством уже запланирована посадка на площади 600 гектар. Остальная площадь, пройденная огнем, гарит 22-го года, будут в рамках защиты бюджетных проектировок направляться заявки для получения финансирования, после чего также будет проводиться лесопатологическое обследование, санитарно-оздоровительное мероприятие и потом уже посадка на 2024-2025 годы. В регионе для снижения затрат создадут три муниципальных округа – Сасовский, Ряжский, Путятинский. А вот со Скопинским округом сложнее. Такое решение примут, если поступит инициатива от местных жителей. Также стало известно, что в Рязанской области пройдут мероприятия, посвященные столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Взяли с поличным. В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали группу взломщиков-рецидивистов. Их подозревают в хищении почти на полмиллиона рублей. Сами взломщики приехали в Рязань из Волгограда. На фотографиях четверо волгоградцев. Как говорят полицейские, в Рязань они приехали на так называемые криминальные гастроли. Младшему из мужчин – 34, старшему – 53. Все они ранее судимы за кражи. При досмотре у приезжих, специализирующихся на хищениях из офисов и сейфов, обнаружено крупные суммы денег и профессиональный набор инструментов для вскрытия замков. И вот что удалось выяснить в ходе оперативно-следственных мероприятий. Мужчины в Рязани уже два дня. Все это время проводили разведку. Искали подходящие объекты для краж. И, говорят полицейские, нашли офис производственной фирмы, который расположен на окраине города. Уже ночью взяли необходимый инструмент и направились на дело. Перелезли через ограждение, проникли внутрь офиса. Там заходили в каждый кабинет, искали сейф и нашли. С помощью болгарки они взломали сейф и похитили найденные в нем 500 тысяч рублей. После этого группа несколько километров шла пешком к оставленному автомобилю. В эту же ночь взломщики намеревались покинуть Рязань и отправиться в другие города. Однако их планы нарушили оперативники уголовного розыска. А это уже небольшой фрагмент оперативного видео. На кадрах задержание мужчин. Сейчас следователи следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы и штраф 80 тысяч рублей. Сейчас фигуранты заключены под стражу, а полицейские теперь выясняют, причастны ли волгоградцы к аналогичным преступлениям в других регионах. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока прямиком к вашему столу. До 22 июля включительно. Возле главного входа в торговый центр «Премьер». Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. Эта игра признана видом спорта в 107 странах. По данным Минспорта России, за последние 10 лет количество шахматистов в нашей стране выросло в два раза. Интеллектуальная игра настолько популярна, что вошла в состав интересного гибридного вида спорта. Память, логика, внимание, усидчивость – именно эти качества воспитывает игра в шахматы. Более того, во время партии каждый из игроков учится мыслить нестандартно. Ведь непредсказуемые, но обдуманные комбинации делают соперника уязвимым и помогают одержать победу даже в самой напряженной борьбе. Сейчас у нас будет происходить битва на шахматной доске и будет продемонстрирован детский мат, самый простой из вариантов. При правильной постановке шахмат, если мне соперник даст поставить, то будет произведен, как сейчас, допустим, детский мат, так называемый. И нет возможности кролю отойти, либо перекрыться. Шахбокс – гибридный вид спорта. Суть в том, что шахматные партии чередуются с боксерскими раундами. По словам спортсменов, два этих, казалось бы, совершенно неблизких вида дополняют друг друга. Так, например, шахматы учат выдержки и стратегическому мышлению. Те же качества пригодятся и в боксерском поединке. Стратегия, терпение. Начинает казаться, что вся жизнь – это одна большая шахматная партия. Находишь успокоение потом там в ринге, то есть у нас же раунд шахмат, раунд бокса. Соответственно, сначала ты стараешься на фоне вот этом адреналине не взорваться здесь в шахматах, чтобы пойти неправильно. А затем туда ты выходишь в ринг и там уже настраиваешься на то, чтобы так же спокойно все и грамотно поступить. Спортсмены рассказывают, такое необычное сочетание шахматы бокса раскрывает в личности новые возможности. В Рязани, не считая меня, но есть и взрослые, и детишки, но это больше, наверное, сейчас развивается. Вот как раз любительский спорт в плане детского очень большую популярность носит и ведет и у родителей. Женщины, мамы хотят, чтобы их дети были умными, а папы хотят, чтобы были дети сильными. Это абсолютно уже другая дисциплина, как гибридный вид спорта. Там очень много и от шахмата, очень много и от бокса. Ну, стратегии и тактика, они очень похожи. Это два элитных вида спорта. Один единоборство – это бокс, да, и второй элитный интеллектуальный вид спорта – это шахматы. Квинтэссенция ума и силы – так можно описать шахбокс. Концентрация на шахматной доске после боксирования на ринге – дело сложное. Однако этот навык помогает и в жизни, уверяют спортсмены. Особенно, если для решения поставленной задачи необходимо сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Выставка Лилии Мазаловой открылась в галерее при Увне Шторгбанка. Художница пишет акварелию по ткани и получается удивительный результат. Нежные пейзажи и сочные натюрморты погружают зрителя в мир красок от Лилии Мазаловой. Художник работает в редкой технике – горячего и холодного батика, росписи по шелку. На первый взгляд может показаться, что это нежность в работах от акварелей, и отчасти в этом есть доля истины, потому что художница пишет акварельные работы. При этом батик – прекрасная возможность сочетать живопись и работу с тканями, к которым художница питает давнюю любовь. Она окончила Рязанское художественное училище по специальности художник-модельер. Холодный батик делается с помощью красок, воды, ткани, резервирующего состава, а горячий батик – здесь используется парафин. Многослойное нанесение, парафин, цвет – все это очень интересно. Парафин потом выпаривается, также делается эффект крокле, эффект бликов. Очень все здорово. Создание работы всегда процесс многочасовой. Сначала мы идем, конечно, от идеи. В голове возникает, что я хочу изобразить. Либо это букет, либо натюрморт, либо пейзаж. Потом работа делается на бумаге. Набросок делается на бумаге. С бумаги набросок переводится на ткань. Потом идет работа с резервирующим составом, либо с парафином. И уже идет многослойное нанесение красок. Прежде чем наносить второй слой, необходимо, чтобы первый слой высох полностью. И таким образом работа у нас создается. Иногда целый день приходится потратить на работу. Вдохновение остается всегда. Да, если я берусь за работу, я теряю просто ориентир во времени. Это очень сильно затягивает. И недаром выставка называется «Во власти красок». Лилия Мазалова – педагог детской школы искусств номер 5. Эта выставка станет очередной в рамках проекта «Наставники», придуманного Рязанским отделением Творческого союза художников России. 2023 год объявлен нашим президентом годом педагога-наставника. Мы, Творческий союз художников России, и мы, преподаватели, практикующие, конечно, отозвались на это. И Творческий союз художников России, Рязанское региональное отделение, создали такой проект «Наставники». Что это такое? Это преподаватели, художники показывают свои работы в коллективных и в персональных выставках. Это направлено на популяризацию профессии педагога, на знакомство с нашей специальностью, именно введение в наш мир искусства, культуры, и просто, чтобы люди начинали красиво видеть этот мир. Возможно, эта выставка вдохновит взяться за кисти и краски и вас, ведь учиться никогда не поздно. Увидеть работы можно будет до 24 августа. Вход на выставку свободный. Синоптики прогнозируют возможность в очередной раз наблюдать северное сияние в Рязанской области. С чем связаны явления в нетипичных для него координатах, разберемся далее. Как правило, спецэффекты на небосводе видят жители севера. За сиянием специально едут в Мурманск, на Тереберку, чтобы посмотреть причудливые световые шоу, устроенные солнечным ветром. В Рязани, Москве или Петербурге подобная большая редкость. На Солнце случилась очередная вспышка. По сравнению с теми вспышками на Солнце, которые постоянно происходят, она была достаточно мощная. Произошла на севере магнитная буря, нарушение радиосвязи, как это обычно бывает. А те протоны, которые достигли нижней атмосферы Земли, они ионизировали молекулы кислорода. Кислород начал светиться. Он светится в двух цветах – в зеленом и в красном. Последнее такое явление я, лично я, наблюдал полтора года назад, в сентябре 2021 года. Была примерно по мощности такая же вспышка на Солнце. Там вопрос в том, что вспышки на Солнце достаточно часто происходят, но не всегда солнечное вещество, солнечный ветер попадает в Землю, может и мимо пройти. Кстати, зафиксировать редкое явление сейчас позволяет любой смартфон. Поставил я телефон на крышу машины, сделал выдержку несколько секунд и увидел красное зарево в зеленой переливе. Все это было очень классно. Длилось это, наверное, все действие не больше полчаса и потихонечку сошло на нет. Когда в следующий раз можно наблюдать подобное на Рязанском небосводе, подскажут прогнозы. Смотрите внимательно. На этом все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова